Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте губернатора Кировской области Никиты Белых. Его задержали с поличным при получении взятки. Подробности узнаем у нашего корреспондента Антона Подковенко. Он на прямой связи от Басманного суда. Антон, доброе утро. Губернатора уже доставили в суд. Анна, здравствуйте. Нет, Никита Белых еще не доставлен сюда, в здание Басманного суда. Тем не менее, здесь уже начинают собираться журналисты. Никто точно пока не знает, когда же именно будет решаться вопрос об аресте губернатора Кировской области. Однако известно, что это произойдет точно сегодня и, вероятно, по некоторой информации, в первой половине дня. Я напомню, что уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено накануне. По факту получения взятки в особо крупном размере его задержали в одном из столичных ресторанов. Сотрудники Следственного комитета и сотрудники ФСБ. Размер взятки, которую получал Никита Белых, 400 тысяч евро. Это чуть больше 24 миллионов рублей. За эти деньги, по сообщениям информационных агентств, Никита Белых должен был совершать действия в пользу Нововятского лыжного комбината и лесохозяйственной управляющей компанией. То есть за 400 тысяч евро правительство Кировской области должно было закрывать глаза на сомнительные инвестиционные проекты, которые проводят эти организации, и осуществлять общее, так сказать, покровительство. Также информационное агентство продолжает цитировать слова официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина о том, что взятка не пахнет, но светится. Дело в том, что сначала Никита Белых отрицал то, что он получил взятку, но после того, как оперативники высветили на его руках следы от помеченных купюр, отпираться было уже бесполезно. Мне остается добавить, что Никита Белых возглавлял Кировскую область с 2009 года. До этого работал вице-губернатором Пермской области, и в течение своей политической карьеры он был в руководстве партии Союза правых сил. В Государственной Думе, Совете Федерации и Следственном комитете уже исключили полностью политическую подоплеку данного задержания губернатора Кировской области. И по словам некоторых экспертов, Никита Белых вполне возможно будет лишен свободы, рискует лишиться свободы на срок до 10 лет. Спасибо, Антон. На прямой связи был наш корреспондент Антон Подковенко. Сегодня басманы соцстолицы изберет меры пресечения кировскому губернатору Никите Белых. Его, напомню, задержались полично при получении взятки в особо крупном размере. Спасибо.